Любители конного спорта решили отметить День России по-спортивному, понаблюдать за настоящими мастерами своего дела, профессиональными конкурщиками, которые приехали из разных городов страны в городской округ Щелково, чтобы побороться за Кубок Гагарина. Состязания состоялись в конно-спортивном комплексе «Звездный», прошли на высоком уровне. В турнире приняли участие мастера спорта, мастера спорта международного класса, члены национальной сборной, победители всероссийских и международных состязаний по конкуру. Участников и зрителей поприветствовали почетные гости. Министр спорта Московской области Роман Терюшков, представитель Федерации конного спорта России, руководители трех муниципалитетов, глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, а также главы Лосино-Петровского и «Звездного городка». Так, в день состязания Андрей Булгаков вместе с другими почетными гостями соревнования осмотрел территорию комплекса и принял участие в высадке декоративных растений. Кубок Гагарина состоялся впервые. Соревнования были посвящены 60-летию первого полета человека в космос. На первом маршруте всадники преодолевали препятствия высотой 140 сантиметров. В результате молодой спортсменки из Санкт-Петербурга мастеру спорта Ие Фирсовой удалось обойти всех соперников и даже более опытных конкурсчиков, в том числе своего наставника, члена сборной России по конному спорту, мастера спорта международного класса Вадима Череваня. Мы для этого и работаем, чтобы она была лучше и выше. И это же нормальный процесс, когда ученик перерастает в своего тренера. Эмоции сегодня необыкновенные, потому что первый раз проводится такой турнир у нас. Первый раз решили сюда поехать, поэтому получило много незабываемых эмоций. Незабываемые яркие эмоции, конечно, получили не только спортсмены, но и зрители. Понаблюдать за зрелищным спортивным праздником приехали как щелковцы, так и гости из соседних городов. Я никогда так близко, наверное, лошадей не видела, поэтому для меня это прям все такое новое, все такое красивое, интересное. Стоит отметить и то, что каждый, кто решил провести время в конно-спортивном комплексе в этот день, смог найти занятия по душе. Помимо спортивной программы, зрители могли посмотреть концерт, посетить ярмарку, а для самых юных гостей работали различные интерактивные зоны. Продолжение следует...